Кукла-травяничка для крепкого сна. Кукла-девица – подарок на замужество. Кукла-капустка – покровительница урожая. И особый статус у куклака-богача. В старину, чтобы его сшить, брали мешок, накладывали в него зерно и плотно завязывали. Надевали на куклака рубаху, шапку. Верили – он приносит в дом богатство. И вот этого куклака-богача ставили тоже на почётное место. И знаете, когда его открывали, это зерно, весной, когда перед посадкой нового урожая, перед посеванием. Оказывается, есть целое направление творчества, которое называется кук-арт. Об этом и многом другом рассказывала школьникам села Алтайское руководитель сельского кукольного театра. Научила мастерить тряпичные куклы и объяснила, какое значение каждая из них имела в старину. Ведь куклу можно сделать и самим. И вот если они сами сделают себе береговую куклу и поверят в неё, они же её оставят своим дочерям. А дочь будет наученная мамой делать куклу, научить свою дочь. И так возродится старинное древнее искусство, куклотворчество. А дальше самостоятельная работа. Детям раздали скатки, тряпичные заготовки для пошива кукол, нитки, ножницы и разноцветную ткань. Так у каждого ученика появилась игрушка со значением. Она похожа на мою бабушку, мне кажется, потому что она такая добрая на лицо. Такая, как мне кажется, что даже если нет лица, то она похожа на такую заботливую девушку. Теперь у школьников новое задание. К следующему занятию придумать спектакль с участием кукол, которых дети сшили сами. Алена Февраль, Александр Захаров. Новости.